Я еду в Минск. Сегодня у меня очень важная встреча с двумя известными и уважаемыми юристами. Это Юразь Зинкович, адвокат из Нью-Йорка с высоким рейтингом русскоговорящих адвокатов на Манхэттене. Мы зададим ему вопросы, которые я собрал в комментариях в группе Facebook и на нашем YouTube-канале. Вопросы, связанные с иммиграцией. Я надеюсь, он ответит на них. У нас будет время пообщаться по этому поводу. Второй юрист – это Алис Михалевич с Международной юридической ассоциацией. Алис занимается интерполом, взаимодействием с интерполом. Он помогает сняться с интерпола, так называемый красный флажочек. Если вы оказались в трудной ситуации, он вам поможет в этом вопросе. У него два офиса в Евросоюзе, причем своя история, подыстория. Он был политиком в Минске. Действующие власти возбудили, по-моему, дело, подали на него интерпол, в розыск интерпола. Он благополучно разрешил свою проблему, стал юристом, он доктор юридических наук, он преподаватель в одном из вузов Евросоюза. Я так думаю, именно по этой тематике он сам об этом расскажет. Так, у него два офиса. Я так думаю, что встреча у нас не последняя, что мы будем взаимодействовать с этими юристами. Кстати, с Юрасем мы общаемся уже более шести месяцев. Первый раз на фоне скандала нашей компании с компанией «Русская Америка» и непосредственно с Юриемошей. Мы собирали материалы по его работе в России и в странах СНГ. Кстати, когда я ехал в Сан-Франциско и оказался в иммиграционном лагере в Контра-Коста-Каунте Фатилитис в Ричмонде. Материалы можно, кстати, посмотреть на нашем канале. Я ехал и планировал поехать из Калифорнии в Нью-Йорк и участвовать в судебном процессе. Тогда я не доехал. Сейчас мы хотим все возобновить. Итак, я еду в Минск. Буквально через 2-3 километра будет граница России и Беларуси. То самое место, которое уже обросло легендами, слухами о том, что эту границу, этот коридор закрыт. Очень много людей, ребята, из оппозиции, бизнесмены и так далее, которые оказались под запретом на выезд, пользуются и пользовались этим коридором, беспрепятственно выезжали из СНГ и из России и дальше уже из Минска летели в те страны, которые их ждут и которые им сейчас уже помогли. Я переставлю камеру и мы снимем видео в режиме онлайн. Кстати, ребята, завтра, 30 сентября в Бишкейке в 10 часов утра будет проведена акция. Это будет масштабная акция. Планируется 5000 человек и более за честные выборы. Приходите. Очень рекомендую, особенно тем, кто так или иначе связан с политикой, с оппозицией, участвует в общественной жизни Кыргызстана. Я так думаю, там будут задержания. Ну и вообще интересно. Я сам завтра смотрю уже билеты, чтобы вылететь из Минска в Бишкек. Я надеюсь, у меня все получится. Правда, билеты очень активно разбираются. Сейчас я въеду в Минск, переключу связь на местную связь белорусскую. То есть могу себе купить билеты, если это получится. Как вы видите, дорога, все свободно. Никого нет. Вот только на обратном пути из Беларуси стоят пограничники и проверяют этот паспорта. Ну все, вот мы суть ехали в Беларусь. Такая вот граница. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Заходите на наши сайты. Всем всего доброго и удачи вам в эмиграции. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...